господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного вот ежедневно мы даем отчет по просьбе трудящихся колесникова николая она попросили каждый день давать считай и вот уже мы 39 день не пропустили пока какие нам известия часть конечно только часть поступает много больше писем сообщение дальше номер 39 вопросы пожелания и события дня задавайте вопросы 19 01 2016 года задавать вопросы тоже надо уметь хотя янгодов говорит учитесь не задавать вопросы то есть вы даже все знать не можете же вас судя по возрасту надлежит быть учителями а вас кормить нужно молоком из чего-то как-то складывается следующее что в нашей жизни идет опыт предыдущий подсказывает считайте книги видите ну прям такие вопросы задают которые я даже не во внимание не беру вопросы задавайте серьезные касающиеся души спасения души если этого нету время не тратить даже ну и вот я взял как эпиграф тому что происходит пожалуйста кругом измена трусость и обман известная фраза последнего российского императора николая второго записана им своем дневнике 2 марта 1917 года в день отречения престола везде измена трусость и обман везде абсолютно везде от высших до низших измена и в семье и в государстве и в делах ну трусость и обман обман их коррупционеры и проще и трясутся после этого как бы не посадили боится чтобы не скрылись свидетели уничтожают это все в там вот все вся жизнь пошла как будто клеймо он поставил и с тех пор зараза просто такая измена трусость и обман и об этом сегодня придется даже говорить вот мне вопросы передают из контактов я пока сделала вот так тут потом читать люди будут я не бываю не надо в одноклассниках не фейсбуке у меня везде открытые страницы но я посмотрел мне ничто не нравится я только в моем мире нахожусь на нашем видеоканале ну наши mail.ru мой мир называется теперь вопросы сами мне передавайте модератором пик московской патриархии Нина Жолнирова она вчера была здесь у нас наша сестра переехала купила домик за 90 километров и там уж и священник узнал что она с нами знакомиться и в храм ее не пускает не пускает в притворе стал из притвора выгнали и она жара под 40 градусов 30 с лишним она стояла все время придет православная куда деваться то но член нашей общины она ни с кем не разговаривала не против не говорила не подыскиваетесь а может она что-то говорил не говорила а с ней вчера я здесь вот в этом стуле я сидел она вот на этом стуле и интервью было записано час морозы 30 градусов с лишним ее не запускают и она стоит стоит на улице и у нее вокруг ног обтает тает вокруг как береза стоит она подошла к митрополиту серьги этому который сейчас иванников тот обрадовался она все рассказывает да ты что такое да и батюшка наш ему не один раз говорил уперся и все игорь чернодаров или чернодыров я толком даже не знаю где-то сейчас он видимо уже монах ненависть лютая но какая вина наконец сказал зато что ты сигна тем знаешься одно это чего-то значит вот лик московской патриархии ненависть мстительность преследование почему сталинско-берьевская патриархия 4 сентября 43 года сталин с берем приняли троих тогда был сергей строгородский семанский и николай рушевич митрополит и образована была имя образована московской патриархии этот скрывать не надо как алексей тогда был у гроба сталина распинался самого страшного мучителя за 2000 лет а то великое духовная сила и они там вокруг какой он там и что его евреи стараются заклеймить причем тут евреи он всех душил 110 миллионов славян исчезла и вот этот ее лик они не пускают и она на улице стоит на улице в данный момент сегодня служба она стоит на улице вчера она на улице стояла если бы там была но она была здесь приехала село клочкири брехинского района алтайского края алтайская епархия кто знает напишите письмо позвоните местному персполиту скажите мы услышали такое что-то в клочках сестра дина же они на александра желнирова ее священник не запускает храм храм не запускает притом отлучается человек за грех это он проходит время при падающей захотите канон это не действует единственный человек на алтайский край которого не пускают почему со мной знается на со мной то знаете что на плохое имею она горит как она обратилась через наши занятия она не знала ничего кришнаитам там буддистам поклонялась безумия такого как патриархии нигде нету его вокруг меня это кодло патриарша крутится вертится преследует но остановитесь на этом прошу остановитесь ничего не будет вот вы этот ролик просмотрите и она сидит здесь и она все рассказывать кое-какие наводящие вопросы ей даю ждите этот ролик помолитесь они не от того звали игорь а сейчас передон его звать этого священника дальше юрий соболев с праздником крещения господня гнати тихоныч вчера беседовали с михаилом домничем как все же удивительно господь устраивает такие встречи такое общение главное полное единомыслие по большинству ключевых вопросов новый человек мы не знали каким то образом он вышел на меня а я ему сразу дал адрес он из красноярского края с юрием встретились и вот пожалуйста уже но новая но что интересно как только узнают мы назвали его то вот эти вокруг меня это кодло патриархийные это священники они этого человека находят в личное дело к нему входят и начинает хлепать как говорится заливает мерзостью не знайте с ними это люди это уже православное это уже это прелести сатанинской гордыни прелесть сатанинской гордыни прелесть сатанинской гордыни вот они все прелести есть гордыни а себе как высоко мыслят ко всем лезут всех и заносите в черный список сразу заносите как сатанистов потому что всякая злоба ложь измена от сатаны это люди бога не знают безбожники они погубили православие это главные враги православия церкви христовой главное я их имена могу всех подряд называть но уже было названо не хочется даже играть язык поганить об них дальше иной раз самыми близкими нельзя найти общий знаменатель по ряду тем этим и отличается духовное родство от кровного а как хотелось бы чтобы кровное и духовное родство были единственного вы редко такое случается говорили о вас о новых событиях затрагиваем их вами в новых роликах и здесь тоже удивительное согласие мирное благодарное братское слово христу и поклон вам эти новый человек что они его не знают но они заходят ночью опять ко мне зашел дудин сергей священником называется надо же священник если его словами выражается лже священник лжеправославный тяжко больной бесноватый все в нем вместе соединилась за своими роликами гоняется фикс и идея посмотрите что означает эта мысль фикс и идея он на этом зациклился у нас хорошие были встречи хорошая запись и он жаловаться у него воспаление мозга с такими болезнями ну какой он уже может пастырь то быть то и вот он только узнает кого-то где-то ролики которые ролики мне принадлежат мне беседы с ним 9 роликов убрать убрать он день и ночь не спит рыскает по интернету ну что нормально это но эти ой имени уже узнал я не хотел верить в это что священник пакости всякие говорит мерзости прелесть сатанинская гордыня гордыня прелесть сатанинской у них ничего нет они зациклены это фикс и идея и что дальше андреас искренне поздравляю с крещением господним пусть крещенская вода придаст вам бодрости и удалить все ваши печали смоет все прегрешения укрепит ваше здоровье очистит мысли и порадует душу желаю вам взаимопонимания и любви окружающих чтобы близкие родные всегда были для вас источником любви и вдохновения будьте сильными терпеливыми и жизнерадостными так я скажу что обо всех этих гонителях обо всех этих злодеях которые в прелести сатанинской находится в гордыне я возвращаю эту монету мы молимся каждый день чтобы в студный день им бог не поменил это не помянул это объяснование они не знают что делает худо всех благ вам везения и успеха во всем мир вашему дому пусть господь всегда хранит вас и его милость никогда не покидает вас юрий соболев в один из дней один мекканец после намаза в мечети аль-харам из икра хотел дать садака садака одному из уборщиков мечети аль-харам в мекке на что тот показал ему свой бумажник забитый до отказа банковскими картами и с улыбкой поблагодарив сказал что не нуждается в этом тогда тот мусульманин спросил его как же ты кто же ты что здесь делаешь я владелец сети отелей в разных городах индии и время от времени я покупаю рабочую визу на 6 месяцев чтобы убираться в этой мечети не прося вознаграждение ни у кого кроме всевышнего аллаха и прошу аллаха принять мой труд и сделать его искренним ради него удивительный мекканец удивленный а удивленный мекканец стал спрашивать других мекканец в мекку кто приходит а в мекканец место поклонения для мусульман стал спрашивать других служителей мечети об этом человеке на что ему сказали что этот мусульманин из индии является мультимиллионером и время от времени приезжает в мекку и по полгода бесплатно работает в мечети понимаете почему он поставил с найдите мне такого олигарха православного чтобы вот так он делал приезжал и это там храме христа спасителя или где-то ну какие места или монастыре или на афоне бесплатно работал ясно дело что у него с собой не деньги а карты то есть на каждая карта от может миллион долларов и он и конечно и жертвует закят платит там 20 часть дальше александр марьясов мир вам вчера на вечернем богослужении храме было свободненько конечно побольше чем в обычный день служба закончилась и когда я вышел во двор то взору было радостно что столько людей пришло храм а с другой стороны огорчало что не затем они пришли сегодня купели проигнорировав вечернее богослужение не крещение господа возрадоваться пришли и поздравить друг друга а пришли за тем чтобы войти в купель с огромной убежденностью что смоют все соделанные грехи за свои за весь прошедший год из них таких грехов не смывается это обман это фиксы этому потворствуют и плохо то что священники не объяснять что сия бредоверие никоим боком не имеет отношения ни к вере христовы ни к православию а говорят такую глупость что есть свыше десяти лет что теперь является традицией церкви здесь больше десяти лет они как придумали вот это делать крестные ходы делают и ордане там эти пророды прорубают в виде креста люди купаются грехи смываются грехи это изыщество изыщество я и сам раньше ходил на купель до нашего с вами знакомства но после этого я стал интересоваться всем что касаемо веры православной посему не делаю лишних движений я уже показала там что горит епископе втихе он берется из произведения булгакова дальше я пытаюсь все эти годы объяснять людям что это совершенно не то что вы от этого хотите получить что обманываетесь но ответ один ведь батюшки об этом не говорят а значит лжешь вот что страшно то к ним обращается как каракулом они лгут они лгут а когда вышел за граду храма к своей машине то пытался пристыдить и остановить группу курящих и пьяных молодых людей пристыдив их что же вы грешите ребята но они меня послали куда обычно посылают и последовали в направлении купели вот это вот все язычество они были остались но главное приходят кто-то платит деньги еще что-то свечки купит или что-то папы это знает это главное мракобесие мракобесие идет отцу так что здесь господин ульянов был прав возможно ныряния в купели для здоровья для многих из людей это и полезно но для духовной жизни полное заблуждение спаси христос но вчера я выставил такие на нашем здесь же ютубе и в мой мир вот посмотрите на родном на русском это песнопение а сначала не было так под вопрос дальше егор стебастьянов игнатий тихонич здравствуйте увидел ютубе запись вашего стиха богатые подайте мне на книги хоть и не богат но копеечку выделить смогу может миром и соберем нужную сумму пришлите пожалуйста номер банковского счета или номер пластиковая карта куда можно перевести деньги искал на вашем сайте реквизиты и не нашел их это плохо так как не позволяет сотворить милостыню тайна чтобы господь воздал явно так книги я не издаю я уже не знаю сколько лет ну наверно лет семь книги все изданы и на книги в нашей ну и некуда если только вы книги для себя что-то решите выписать тогда можно будет так что реквизиты для этого я и не даю зачем в миссионерские поездки тогда на миссионерские поездки я тоже не езжу уже вот так если что-то другое помочь кому-то нуждающимся это вопрос ну можно договориться реквизиты могу дать на книги не нужно книги кончаются ну еще некоторые остались там посылают нынче выписывает много книг юрий казаков пишет благословит описите мне связанные комментарии не знаю и попутно кто слушает вот это может быть знаете такой фильм и не могу его найти сначала не это не обратил внимание так это как мужчина один он боевые там какие-то искусства что-то знает учит молодежь как они экзамены сдают на один из них к нему пришел и говорит ты меня усыновит и как отец мне они пошли он принял крещение в церкви и этот парень то вот который его он лучший ученик был а другой завистливый но на втором месте как будто бы болта и вот потом его однажды он звонит этот лучший ученик и говорит отец прости мне тяжело я умираю и он понял что его кто-то захватил и его убивают и выстрел и он убиты и теперь он сам пошел разбираться до дальнего востока проехал как каток а там был наркотрафик и он их буквально всех уничтожил вы дальше что с ним как было что это за фильм я его не могу никак найти одиночка это нет не это он один и потом его как там поймали этого их учитель это он пожилой и они его в воду бросил под водой долго долго было не подождали поняли что утонул убили а на самом деле он был живой он выпал и дальше с ним было такой фильм я не могу найти дальше юрий казаков благослови вас господи полностью согласен а быть таким уперто тупым как те которые ведут службу на непонятном церковнославянском языке а прихожане не понимая смысла видимо доверяя непонятным словам уподобляясь безрассудным овцам утратившим способность размышлять над услышанным по причине непонимание услышанного идут за голосом далеко не господним но это все правильно потому что тут такой вопрос стоял тема такая а вот здесь зайдите смотрите во свете библия то наш сайт православный библейский сайт и вот здесь есть кистиного православия книга открыта вот здесь вот все мои книги новый завет толкования для слова божия нет уз она про него не надо желания будет говорить проповеди мои здесь проповеди которые в храме говорил это маленькая часть проповедей но и даже маленькой вот я ткну сейчас проповеди сколько 1136 проповедей храма барнаула и потеряевки 123 занятия аудио библия ну три с лишним тысячи стихов и прочее здесь многое можно найти но от кистиного православия если так вот от кнете в него тот краткой открывается смотрите что подряд подряд идут а вот есть такая условия вот она о слове это оглавление воткнул его и вот здесь вот все говорится о русском языке и о церковном славянском а жирный курсивом это места писания священного писания вот она идет и поэты что говорит об этом каноны что жития святых видите какие ответы это мой материал я его вам показываю как за русский язык какие святые были что феофан затворник говорил знаете бричанинов это вот все я показываю ведь это одна тема какой ответ у меня такие именно ответы большие захватывает абсолютно все вот как даже показываю даже потом можете остановить и даже прочитать даже не зайдете вот она где эти сколько не прочь как это все один ответ вот сколько мест писания в подтверждение того о чем говорится вот она вот феофан затворник вот ну да прочитай 5 анатолий что говорит есть есть вещи крайне нужная говорит феофан затворника приводе службы на русский язык разумею новый упрощенный уясненный перевод церковных богослужебных книг наши церковные песнопения все назидательны глубокомысленные возвышены в них вся наука богословская и все нравоучение христианское и все утешение и все устрашение внимающий им может обойтись без всяких других учительных христианских книг а между тем большая часть из этих песнопений совсем непонятны а это лишает церковные книги и плода которые они могли бы производить и не дает им послужить тем целям для коих они назначены и имеются ныне завтра надобно же к всему приступить если не хотим нести укора за эту неисправность и быть и быть причиной вреда который от этого происходит так осталось вредов и кто это пишет журнал душеполезное чтение 1896 год номер 10 страница 462 вот так вот что об этом говорили смотрите вот дальше феофан затворник хотя бы отсюда так считай горе горе вам что затворяете царство небесное человеком анфе 23 13 это сказано архиереем которые и сами не учат народ спасительному пути и священников не заставляет это делать сказано священникам который оставляет народ в небрежении не заботясь объяснить им что нужно для спасения души то есть горе 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 всем священникам они еще хорохорятся за мной гоняются вот где горе великое горе они народ не учат ничего не знают заматерились и пошли купаться купель от этого народ и пребывает в слепоте одна часть остается в уверенности что идет правильно а другая хотя и замечает что у нее не так идет дело но не идет куда следует потому что не знают куда и как идти идти это священники не знает от этого разные нелепые понятия в народе от этого легко находят доступ нему и всякое злое учение священник обычно думает что у него приходит все исправимо исправно и хватается за дело только тогда когда это зло разрастается выходит наружу но тогда уже ничего не поделаешь священник первым делом своей совести должен считать совершенствовать взрослых познание христианской веры а юные поколения готовить с первых сознательных лет объясняя им что что им нужно и можно знать когда и как будет удобней феофан затворник но теперь смотрите сколько то место только на один ответ вопрос я даю что на русском языке надо вот так вот смотрите еще соблазны раскол мертвые язык это все еще одна тема ну и дальше считаем из материалов из материалов священного собора российской православной церкви 1917-18 года 4 4 определение а 2 1 видение священного синода видение священного собора наблюдение за исправлением и переводом текста богослужебных книг из одобрения церковного собора благословения на русский язык уже все благословенного опять мракобесие как говорят доклад о церковном богослужебном языке принят решением собора принят уже был славянский язык основной язык нашего богослужения второе в целях приближения нашего церковного богослужения к пониманию простого народа признаются и права общего русского языка для богослужения частичное применение общерусского язык а богослужения чтение слова божьего отдельные песнопения молитвы замен отдельных слов и речений и так подобное для достижения более вразумительного понимания богослужения при одобрении его церковной властью желательно в настоящее время революция стояла уже всё уже революция началась теперь желательно настоящее время. дожились 5 заявление какого-либо прихода о желании служить богослужение на общерусском языке в мир возможности подлежит удовлетворению, подобрению перевода церковной власти. Ну, а если вот мы, у нас так и считаются библейские, а когда библейские поются, то церковно-славянские. У нас ничего не надо это даже спрашивать. Восьмое. Высшее церковное управление неотлагательно должно заботиться изданием богослужебных книг на параллельных славянском и общерусском языках. Дальше. Многократно и многие ссылались на постановление номер 362. От 7 ноября 1920 года патриарха Тихона об автономном самоуправлении епархии. И нигде не опубликовали решение целого собора с участием святейшего патриарха Тихона. Не единоличное постановление, но и в том числе. Я показываю, какие именно места, откуда взято, как это надо принять, надо просто радоваться. Это все на нашем... Смотрите, какие заголовки. Я сейчас покажу. Это книга. Я 40 лет собирал материалы. 40 лет. Вот. Посмотри. Дальше я просто вперед проведу. Вот. Чтобы видно было. Ну, а дальше тут какие места, о чем речь идет. Хорошо. Идем дальше. Это почта. Почта за вчерашний день. Так. Прощание с мамой Виктора Савченко Надеждой. Это такой... Я ролик поставил. Виктору позвонил. Я говорю, можно поставить-то? О, конечно, конечно. Он такой радостный был. Поставьте-то. Ну, я поставил. Стюра Пирогова добавила комментарий. Мне кажется или нет, покойный улыбается? Покойно улыбается. Вот. Ну, может быть. Но это еще ни о чем не говорит. Но, может быть, и так. Владислав Марущак. Матфея 10, 22, 26. И будьте ненавидимы всеми за имя мое, претерпевшись до конца спасаясь. Это он мне скинул такое утешение. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо, истинно говорю вам, не успеете обойти городов израилевых, как придет сын человеческий, ученик не выше учителя и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяин дома называли Вильзеволом, не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнан. Дальше. Андрей Ложкин. Это один военный приезжал к нам в прошлом году, он был здесь, молодой военный, это был в Потеряевке, вот сейчас он пишет. Мир вам, Игнатий Тихонович, благодарю Бога и вас, что не забываете о своем брате, и благодарю за информацию, которую вы высылаете, она очень полезна и приятна для души. Спасибо, Христос. Это военный, он военный, так служит в армии еще. Военный офицер. Мир вам, Игнатий Тихонович, недавно добавил друзья Сергея Дудина, и сразу же пришло сообщение от него, такое. Сергей Дудин, прошу вас убрать из вашего ресурса видео с моими беседами с Игнатием Лавкиным. Своё согласие на публика этих видео я вам не даю. Как мне относиться к этому сообщению? Ну, в первую очередь, ролики не его, а то он пытается уже. Я их записал, он об этом знал, и на моем ресурсе они находятся. Простояли они два года, и нынче что-то, какая-то муха-цесе укусила его, как будто бы. Он теперь гоняется, отлепляется отсюда, где он со мной знался, потому что говорить против, в то же время эти ролики стали, а вот эти, и теперь он гоняется за ними. Их никто и не знал, они там и набрали, ну, не больше там 500-600, может быть, тысячу посещений, совсем мало там. Но теперь он раскрыл. И теперь я говорю, весь день эти копируйте и распространяйте по всему эфиру. Это мои ролики, я разрешаю. Он к ним не имеет отношения, он был не против. Это я записал их. Они мне принадлежат. На моем ресурсе. И у вас разговоров нет, он все выискивает сейчас, убрать. Придет время, он будет хвалиться. Придет время, вполне даже, такие люди, как правило, они начинают что-то кумекать, когда увидят, что отношение ко мне другое. Сейчас приезжай сюда, патриарх Кирилл, одобрит, что мы делаем. Все кончилось. Он будет ролики ставить, и я знал, со с Игнатьем у нас беседовали. Правда, он даже советами помогал, как в английское посольство попасть, как в Великобританию, мы не знали, как проехать туда. То есть, нормальные были. Распространяй, но только он будет добиваться, он уберет их. Он как-то взламывает это, или что-то делает, и ролики эти снимают. Или в администрацию там, обращается где-то. Где-то он может достать, распространять всячески. Можно их переименовать. Дальше. Я на это отвечаю следующее. Бродобрей Медаса узнал об ослиных ушах, и не в силах держать себе эту тайну, выкопал ямку, и шепотом рассказал в нее, что у царя Медаса ослиные уши. Да. Из ямки затем вырос тростник, который по одной версии прошелестел, сказанной Бродобреем, а согласно другой версии, из этого тростника мальчик сделал дудочку, которая поведала тайну. То есть, вот теперь он открыл это все, ослиные уши вылезли у Дудина. Если так применять к этому-то. Ну и вот теперь это надо на этой трубочке тростник вырос и по всему миру оповестить. Измена, трусость и обман. Это или подкаблучник, баба дома прижала его, смотри, и за Игнатия тебя выкинет. Он сам говорил, меня архиерей может выкинуть в мороз вместе с детьми из церковного дома. Хороший у тебя архиерей. Да, это говорил наш архиерей, сказал, если кто будет крестить, не в полное погружение, мы с ним расстанемся. А сейчас апологет. Некрещение. Мощение. Мокрой ладошкой по голове и крещеный. Нападает, он как с ума сошел. Так что, ну, человек находится в дьявольской прелести и в гордыне. Поэтому не надо на это смотреть, не потворствуйте ему. Сергей Пупков. Сергей Пупков. Прокомментируйте там ссылку. Ну, не надо комментировать даже. Там этот рэп, они поют, что-то говорят. Я даже смотреть не стал. Юрий Соболев. Сегодня встретил у Иоанна Златоуста во второй беседе слова о том, что душа человека по своей природе не добра и не зла, но подобно кораблю, чьи паруса наполняются ветром наших слов и дел. И все зависит от того, каковы наши слова и поступки. Наполнены ли они божественными дуновениями или бабскими бреднями? Удивительные слова. До сих пор понятно. Объясняйте еще дальше. Особенно на фоне распространенных в православной среде слов Тертулиана о душе христианки. Ну, он не пояснил. Душа христианка у Адама она была. Сегодня она язычница рождается уже. Душа язычница. По родителям, по всему, поэтому ее надо учить. И поэтому Тертулиану нужно говорить. Это было в раю. Только. Владимир Харин. Мировым Игнатий слушал вас за исход из Египта, что вышло 600 тысяч. А дошло из них двое сохранились. Сохранились их имена. С уважением к вам Харин Владимир Петрозаводск. Я отвечаю. Число 14-30. Не войдете в землю, на которой я, под землю руку мою, клялся поселить вас, кроме Халева, сына Иефаниина и Иисуса, сына Новина. Число 26-65. Ибо Господь сказал им, что умрут они в пустыне, и не осталось из них никого, кроме Халева, сына Иефаниина и Иисуса, сына Новина. Вот они и есть. Вот Коля Николаев, который говорит, смотри, как он делает. Вот, допустим, на 33-й вот такой вопрос и желание и пишет, какая минута, о чем говорится, какая секунда. Вот как, видите как. Вот так. Ну, это я пропагандировал Жень Самурат Хан Михайлович, кавказом жителей, говорит, вот он их тоже всем желает, чтобы послушали. Вот так. Ну, вот у нас Сергей Пупков издал наши визитки. Я говорю, а сколько заплатил? Вот он пишет, почему? Тайны никакой нет. 40 тысяч штук по 35 копеек, но бумага тоньше будет. Я заплатил 14 тысяч рублей. Так. Ну, я говорю, благодарю его, может сказать на собрании? Сказал. Вчера спрашиваю, деньги-то как тебе помогли? Что-то один заплатил. О, дали, да еще и больше. Видите, как все хорошо и благословенно у Бога. Дальше. Вот мы, я показал это. Теперь вернемся к этим. Какие новые пришли у меня? Ну, это у нас была, это и мы закончили Татьяной Глуховой. Теперь вот двое. Кто такие? Камила Фаткулина, грудной город Курган. О, Курган. Все без платков женщины. Вот да. Это как будто бы, даже можно подумать, что она татарка или кто-то, но она в платочке надеется. Одеться. Ну, у нас даже самая маленькая девочка должна быть в платке. Щелку подстригать нельзя. Я сразу же скажу. Грудь должна быть закрыта вот так вот, как воротник плотный. Вот я показываю. Вот она как. Вот есть. Вот так вот женщина должна закрыта быть. Закрыта быть. Что она говорит? Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Я хотел бы спросить вас. Могу ли я быть крестной мамой дочери своей родной сестры? Ну, а почему нет? Можете, но если вас это засомневались, подойдите к священнику, где там есть, и спросите. Я отсылаю всех к священнику. Дальше. Роман, Игнатий Тихонович, приветствую вас. Не соглашусь с вашим мнением о безлитургийности первых христиан. Я и не говорил этого. Я сказал, она короткая была. Это не говорю. Значит, уже посыл неправильный. Дальше. Знаете ли вы про теория Питера Гилквиста? Знаю. Вон она, книжка лежит его. Которая в своей книге «Возвращение домой». Да, вон зелененькая сверху. Вон пониже маленькая. Достань ее. Чтобы вы видели, что я ее узнаю. Вот она, Питера Гилквиста. У меня где она, зарядите на нашем форуме Питер Гилквист, и там все найдете. 2000 эти, потом положишь. Дальше. Утверждает, что из древних документов его община узнала о том, что первая называемая литургия появилась в первом-втором веке, чему очень удивился и не поверил своим глазам, что и стало первым шагом в православие. Также Гилквист пишет, что причиной его перехода именно в православие, а не в католицизм, стал вопрос о Филиокве, умоляющей святого духа. На самом деле, все отцы понимали, что дух исходит сугубо от отца. То, что вы утверждаете по этому поводу не более чем в Венегре цитат из католических сайтов, которые созданы для оправдания заблуждений. Так, по-прежнему, я не знаю никаких католических сайтов. Видите, как настраивается уже. Не знаю. Причем тут католические сайты. Ну, возьмите, Григорий Низский, родной брат Василия Великого. Он верил, что отходит от отца и сына. Почему? Священное Писание об этом говорит. В одном месте говорится, умолю отца и пошлю Духа Святого. Отца в другом месте. Христос не говорит, умолю, говорит, и пошлю. То есть сам пошлет. Поэтому католиков не надо обвинять. Не надо. И что Гилкинс, именно из-за этого мне трудно поверить в это. Дальше. Знаете ли вы, что Папа Иоанн VIII осудил Филиокве, что было зафиксировано на 4-м Константинопольском соборе? Ну, что же, прочитайте. Даже сейчас я не буду. Осипов присутствует на конференции, вставки, ну и так проще. А меня это не касается. Извините за ошибки, с которыми пишу, поскольку по пыхах и автоматическим исправлением компьютера. Ну, непонятно, что он так торопился, что его так сжгло. Как разоблачать лжеисцеление? Говори. Слава Иисусу Христу. Все нормально? Слава Христу. Такая-то раз сестра звонит, проверяет. Вот. Исцеление разоблачать. Какие он исцелился? Какие это лжеисцеления? Лже. То есть видите, какой настрой уже. И лже воскресения. Да это если у мусульманов, буддистов, дух дышит где хочет. Сам вопрос неправильный-то. Дальше. Так, какой роман. И все веникомедийские действительно был ужасным еретиком и подонком. Видите, какие слова, видно, что какой нетерпеливый. Но Константина Великого крестил, будучи еще православным каноничным епископом. Да не был уже, был еретиком. Не надо выдумывать. Ересь отпал через десятилетие после его смерти. Дело в том, что это всего лишь недосчет Иеронима Стридонского. О, пошел. Даже Иеронима Стридонского не досчет. Как известно, император всегда был последователем, сторонником Кистии. В 420 году он умер, а он узнал, что у него ошибка была и то другое. Ну, ясное дело, что, наверное, даже говорить страшно. Как вы считаете, Камчех ли найден китайскими туристами на горе Арарат? Нет, а воздействие сторонникам не отвечать нечего. Зачем мне это нужно? До них уже много раз находили его. О, дрожайший пан Никита, благаю вас умолить Игнатия Тихоновича вернуться к моему важнейшему первому и пересчитать невнимательно. Ну, начали. Так, как поможет частичному возрождению миссии на вашей родине и так, как жизнь или смерть миллионов душ украинцев. Ой-ой-ой. Ведь попадаются люди глухие и слабовидящие и информация нужна самому Лапкину. Ну-ну-ну. Пусть Никита перечитает хотя бы самостоятельно за кадром, так как реально очень и очень серьезно. О чем серьезно непонятно за кадром. А что перечитать-то? Что именно считать? Примите мой скромный вклад в благовестие, не отвергайте, умоляю. Прошу вернуться к моему вчерашнему сообщению, не проматывая, так как вопрос жизни и смерти многих душ и прояснить многие недоразумения по поводу Никиты. Недоразумения насчет ней? Какие именно? Ну, то, что ему хочется узнать, как я переходил в зарубежную церковь, будущую в Украине. А, да, ничего нет. Так, успокойся, Роман, не нужно это ничего вам. Заботься о своей душе. Никите, все в порядке. Дальше. Елена Трегубова. Доброго времени суток вам, дорогие мои, с праздником вас всех. Я помню о вас и мысленность, иногда спрашиваю ответы на многие вопросы. Дальше. Алексей Васин, город Коломна. Это наш, он ролик берет. Как он называется? Конец света, порочество святых о православной церкви. Еще он пишет. Добрый вечер, Игнатий. Хотел спросить, а вы мне можете прислать то, что вы читали на видео, сам текст, то, что у вас в компьютере хотелось бы почитать, Алексей, почту прислать, и вы тут... Я даже не понимаю, что именно там было. Ну, что я говорю, попробуйте, там не много. Может быть, что святые говорили, что нельзя будет ходить в эту церковь и прочее. Я не знаю, что именно. Ну, там Лаврентий еще Дниговский, Кронштадский говорит, что Фефранзатворник, вот это все, а то, что церковь... Ну, я не знаю. А то, как Затворник говорит, что одно-два поколения и православие уже не будет нарасти. Ну, ладно. Вот я открою. Это это, наверное? Да, да, вот это все оно. Ну, я сейчас пропущу до сих пор, фотографирую. Я опять продергиваю и туда дальше. Смотри. Вот и считать я вам передал их. Дальше. Зафиксируйте и перепечатайте себе. Мне еще посылать-то где? Вот. Посмотрите. Ну, вот это я считаю, что все я отдал. Вот. А вот как показал, как именно это делает. Значит, что тут у него все? Нет. Это хотел, я считал это? Он пишет, просит прислать на почту ему это вот. Ну, я отдал. Я не могу, просто у меня времени нет. Простите, пожалуйста. Дальше. Александр Васильченко, Рудный, Казахстан. Игнат Тихонович, дай вам Бог большого здоровья за ваши огромные усилия. Смотрим вас всей семьей. Правильно сказал? Нет. Места лучше? Правильно сказал? Нет. Места лучше для воспитания деток, чем у вас в деревне. С праздником вас всех извините, сразу не поздравил, просто волновался. Давно хотел вам написать и не знал, как начать. Правды в мире почти не осталось, но случайно увидел вас. Я думал, нет таких людей, как вы. Я рад, что я ошибался. Огромное вам спасибо. Мария Иванова, родной город Йошкар-Ола. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Не подскажете? Крестики над дверьми и окнами надо было ставить вчера? Сегодня уже поздно? Я знаю, что они не в это время ставят, а на старостной неделе там это дело. Ну, какая разница-то? Чистый. Ну, именно так у нас было-то. Можно ставить дальше. Татьяна Глухова. Снова. Игнатий Тихонович, здравствуйте. Спасибо большое. Все прошло хорошо. Экзамен сдала на четыре. Очень рада этому. Ну, видите, как если бы вы вместе молились, то получилось, может быть, и пятерка. Я молился, раз просили. Сергей Любин, США. Игнатий Тихонович, гнездо ласточек в храме у вас красиво и благодатно. Но впоследствии появятся птенцы, ссор, мусор, помет. Будет оседать на иконах, на стенах. И боюсь, что придется убрать гнезда. Когда в домах ласточки начинают строить гнезда, хозяин старается от начала прогнать пташи, потому как впоследствии идет разрушение самого дома этих гнезд. Вот дома, и все, все это выдумка. В первую очередь, это уже 10 лет, и ни одного грамма помета нигде нету. Вот под ними картонка стоит, под гнездом-то, а внизу батюшка поселит салфан. Ничего этого нет, ничего не разрушает. Это выдумка стопроцентная. Красиво во время службы, как они щебечут, и ни иконы, ни стены, а то и разрушение даже дома. Ну, это уже хватило через все края. Дальше. ВНС-СМИ. Игнатий Тихонович, я прошу прощения, но не могу себя отнести к протестантам. Они забыли, кем были и ради чего. Эта религия учит, что все были плохими. Скорее, может, не знающими, или мы поверим, что Бог говорит с нами, или что? Так, в чем смысл этого, что он написал-то? Что это? Что он хочет-то? Ну, вообще непонятно. Ну, непонятно, значит, на этом конец. Так, пишите более понятно. Вот. Ну, и давай дальше. Это более ранее. Так, Алиночка, Бачута, что там вопрос был? Я хотел бы у вас спросить, можно ли ходить в мессианскую общину и заключать завет с Богом? При этом быть православной. Ага. Ну, дальше. Вы еврейка, если нет ни одной православной церкви, то сходить один раз с кем-либо близким. Посмотреть можно бы, а чтобы у них там принимать таинство и прочее, не ведая, что они за люди. Если такие, как христиане в Израиле, мессианские, то в их вере есть большой изъян. Они Христа за Бога истинного не признают, а только за обещанного в Ветхом Завете Богом и Его Мессию, который и есть Иисус из Назарета. То есть, они тоже разные. Другие говорят, нет, мы признаем. Ну, значит, не попадайте сюда. Тогда эти еретики самые полновесные. Ваших, про которых спрашиваете, не знаю, а в незнакомые, как вступать, можно и душу потерять. Сходить на вам, надо там, батюшкам, православной церкви поговорить. Они местные, они лучше ответят. Ну, и вот такие места. 1 Тимофея 3,16. И беспрекословно, великое благочестие, тайна. Бог явился во плоти. кто явился во плоти-то? Бог явился во плоти. Ну, что тут говорить, они не признают. Значит, они не признают уже Тимофею послание. Оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верой в мире, вознесся во славе. Вот так называется, свидетели иеговы не признают. Вот им откройте. Бог явился во плоти. Дальше. Переписан, 2,6. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищение, быть равным Богу. Равным Богу. То есть, он не воровал это. Иоанна, 20,28. Фоман сказал ему ответ. Господь мой и Бог мой. Если бы он не прав был, Господь бы его сказал, не прав ты. 1 Иоанна, 5,6,8 стихи. Сей есть Иисус Христос, пришедший водой и кровью и духом. Не водой только, но водой и кровью. И дух свидетельствует о нем, потому что дух есть истина. Ибо три свидетельствуют на небе. Отец, Слово и Святой Дух. И сей три суть едина. И три свидетельствуют на земле. Дух, вода и кровь. И сей три об одном. Вот дальше. Ирина Любимова, город Санкт-Петербург, город Зеленогорск написано. Спасибо, Господи, вас за видео, прямо как в раю. Храни вас в бок и помощь от Господа вам всех. Это наша деревня, там поставленный был ролик. Александр Ломакин, город Белокурих, Алтайский край. Игнатий Тихоныч, а как огненное сердце делать? У меня один раз получилось. Темная энергия начала выходить, но этого не хватило. Где-то продолжалось около минуты. Потом потерял связь. Я сам не помнил, что было, просто в сердце стало приятно, я почувствовал, что Бог рядом, вот и все. Это может быть обольщение, святыни советую. Я не знаю, о чем и говорит. Просто я молюсь, благодарю Бога, нигде ничего, никогда не требую. Огненное сердце, но это выражение такое, то есть, тебе желание сделать, это огненное дыхание называется, а не то, что я слышал, теплота какая-то. Это может быть просто обольщение. Валентина, спасибо за видео, Игнатий. Я очень редко оставляю свой комментарий в сетях, чтобы случайно кого не обидеть своим мнением. Хочу только пожелать вам помощи Божьей и укрепления в ваших трудах. Я подписалась на ваш канал в Белосвете Библии. Антон Кочура, я пастор церкви, протестант, харизмат, рожденный свыше. Это главное церкви. Ты пастор, может называться, но не церкви. Церкви там не может быть, чтобы в каком веке это название харизмат, ну в 20 веке возникли, а где до этого были? Ну как ты понимаешь, в 17 веке кто так верил? Только не уклоняться, и ничего не было. Во втором, в пятом, в десятом, в пятнадцатом никого не было таких-то. Нет он церкви. Вот пожалуйста. Я протестант через букву И, видимо, чтобы слово протест не было видно. Протестант, что это, я сектант? Да, да. Но Иисус сказал, по плодам их узнать и их. Я никогда не хотел служить Богу, но Бог презрел на меня по милости своей. Родился я от духа и воды. Водное крещение и крещение на иных языках. Ну вот так все. Ересь стопроцентная. Что дальше? Наша работа за 15 лет. Множество наркоманов стали любящими отцами. Семьи создавались. ВИЧ, спит, бес и так далее. И все такое уходят. Люди в служение. Люди в служение стою. Это горькие плоды. Церковь делает, что повелел Иисус. Это может быть еще худшее, чем что было. Но ты их закрепил-то где? Вне церкви. Ну, что, создавались семьи. Для этого ли Бог создал церковь? Создавались семьи и вещь, любящими отцами. Вы вне церкви, потому что восстали против всего церковного. Церковь делает, что повелел Иисус, проповедовать Евангелие. Дьявол создает семьи или дьявол исцеляет? Видишь как? Так, я протестант. У мусульман нету семей, у буддистов нет семей, у язычников нет семей. Да еще поучиться надо. Так, я протестант. В чем я сектант? А в том, что отсекся от церкви. Против всего протестуете. Сами себя назвали. Может, Христос распялся только за вас? Помните послание Павла? Он говорит, что одни Аполлосы, другие и так далее. Не русские или что? Так у него не получается говорить. Что? Христос разделился? Да, не разделился. И Христос, он говорит, одни Аполлосы, ну нет, говорит, это люди говорят. Я Аполлосов, кто через кого уверовал. Что такое церковь? Неужели это не собрание людей, которые пришли поклониться Богу? Конечно нет. Которые пришли поклониться Богу, это собрание, оно и есть, но это не церковь. Церковь там, где есть епископат, который имеет рукоположение от апостольских времен. Где этого нет, там церкви нет. Признание. А тебе церкви Дудин? Добрый вечер, Игнат Тихонович. Нашел замечательную беседу про теория Геннадия Фаста на тему рождения свыше. Очень хорошо раскрывает ваши мысли о том, что вы говорили. Вот ссылка. То есть, вот какие были наши отношения. Он прекрасно знает, что отец Геннадий Фаста, это бывший представитель Томского университета, менонит, немец, и он пришел в православие в моем доме. И отец Геннадий везде это подчеркивает. Видите, какие были отношения прекрасные. А потом все. Почему? Измена, трусость и обман. Дальше. Анастасия Ляцкий, город Краматорск. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Я обращаюсь к вам по такому вопросу. Несколько лет назад я вышла замуж в первый раз и на кладбище приворот на мужа сделала. Прошло время, я нашла другого и вышла замуж, родила сына. Но тот первый муж живет несчастно, у него не складываются отношения. И когда я вижу его, меня резко бросают в пот и страх перед ним. Подскажите, пожалуйста, если я обращусь к батюшке, он мне поможет? Отворот делать, я не знаю как. Может, исповедоваться нужно? Это же большой грех. Помогите мне, пожалуйста, подскажите, как мне быть? Ну, во-первых, ответы и вопросы все к верующим. Это ответ я даю для верующих. Никакой веры здесь нету. Приворот, отворот сегодня. Какая тебе разница, от кого наживать? Ответа вам никакого нету. Надо обратиться к Богу, уверовать в Него. А вы еще два блудника сошлись, третьего блудника нашли. Наши ответы-то, они совершенно не годятся для вас. Ну, счастливы, несчастливы, какая разница, все равно умрем, если рассуждать по их. Надо уверовать во Христа и жить по-божески. Ярослав Вишневский. Отец Игнатий, у меня вопрос, когда я молюсь, бывают маты в голове, и вообще маты в голове. Раньше я и вслух говорил, а теперь нет, не говорю. Что мне делать? Помогите, пожалуйста. Обратиться к Богу, покаяться. Родиться, получить рождение свыше, и ты будешь другой, и омерзительно тебе будет, что ты таким был. Видишь как. Алиночка Бочуркина, город Херсон. Игнатий Тихонович, я не еврейка. Спасибо за ответ. Не еврейка, ну ладно. Деятельность, Русская Православная Церковь, Московская Патриархата. О себе, Яромонах Климент, город Пугуруслан. Добрый вечер, Игнатий Тихонович, как вы поживаете? К сожалению, видео смотреть не могу, с интернетом проблема. Болею я второй день. Не болею, а как бы, вот у меня плечо, руки-то вывернуты были, когда меня пытали, я был в заключении, все было. Ну и вот, на коленях долго стоял здесь, холодно у нас, Сибирь-то, натоплено было. И я рубашку первый раз снял. И у меня воспалился, видимо, нервы здесь, сейчас уже лучше. Вот, жена тут, забыт покоили, все надо тереть, там мази какие-то, я знаю, но мази любые, они проникают во весь организм и вредно будет сердцу и почкам. А у меня уже сегодня я руку стал, видите, поднимать. А вчера, вчера еще не мог даже, вот, сейчас не дает прикоснуться, вот это место, вот, вот левая рука, вот здесь вот, а там воспаление внутри. А кто может, пусть помолятся. Вот, дальше. Наталья Городкова, город Днепропетровск. Да. Спасибо. Ответ, за что благодарите? Еще ничего вам не писал, не присылал даже. Я познакомилась с вашей страничкой, извините, если чем обидела. Я друг Татьяны Черненко, и мы ходим в одну церковь, общаемся, так и получилось. Захотелось поучиться, правильно жить и верить. Именно в душе полезно, мне интересно, храни вас Бог. Ну, помоги вам Бог, Натальюшка. Ваня Логунов. Игнатий, как вы смотрите на это? Меня священник отправляет к психиатру, говорит, сходи, поговори с ней. Ну, как говори, так и сделай. Что же я буду против священника? А тут что? Тут вообще непонятно, что-то аппарат. Дальше. Так, вопрос. Саня Коронович, город Красная Звезда, Игорь Тихонович. Я думаю, что не стоит нам общаться. Я просто так, а просто как там у вас написано. Я сектант, хотя я также служитель и имею право, как и вы. Ну, ладно, дальше понятно. Это он говорит. Что говорит? Нет. Я к тому, что общее только у нас одно, Христос, а что избежать распри, я предпочел молчать. Это мудрость. Извините, если заставил вас так думать обо мне. Ну, это ничего он не ищет. Леди. Добрый вечер, Игорь Тихонович. Можно вопрос? Сижу и плачу, не знаю, что делать, у меня не получается теперь петь чисто. Некоторые люди говорят, зачем тебе это, мол, не твое, что мне делать? Ну, как говорят, и попробуй не петь, ничего не будет. Светлана Светлая, город Киев. Я здесь Кукузель такой был, Ян Кукузель, и он пел, ну, молоденький был где-то, а пас скотину. Да корову переставали есть. Я тоже пас корову, и тоже пел иногда. Щерц идет под красным знаменем, красный командир. Да корову тоже переставали есть и смотрели, откуда такой певец взялся. А ему проходили паломники и сообщили там патриархат, его забрали петь в патриаршем хоре. Дальше. Светлана Светлая, город Киев. Игнатий Тихонович, у меня просьба, молитесь, пожалуйста, моей маме, Екатерине, она сегодня попала в реанимацию. Ну, это уже прошлое. Так, Александр Ломакин, город Белокуриха. А, это темная энергия, которая выходила. Ну, ну, я отвечаю. Серафим Роуз подробно говорит о подобных действиях сатаны и теплоте в теле. Есть книга «Люди и демоны». Прочитайте. Если это... О Родионах, кажется. Или О Родион там. Если это не поможет, значит, сатана давно и прочно зарканила вашу обуянную, адской тьмой душу, превещенную демоном лжи. Объявите серьезную войну ему. Сходите на исповедь, батюшки в храм, какой там есть, и раскайтесь на прощении от дьявола, пленившего вашу порочную душу. Да не наследуйте вечный ад вместе с этим искусителем бедной вашей душеньки. Душеньки. Дальше. Второй Коринфянам 2.11. Что бы ни сделало мыщерба сатана, и бы нам не безызвестны его умыслы. Второй Коринфянам 11.14. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. Колоссяна 2.4. Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не привестил вас вкращевыми словами. Интересно, вот заходит ко мне, сегодня ночью опять Дудин зашел, только занесу черный список, он опять, то есть он меняет там, ему уже не зайти, нельзя смотреть. А зачем он заходит тогда? Заходит в Мейл.ру, он выискивает, нет ли где роликов про него. Только это, это болезнь. Тяжкая болезнь. Это забота о своем авторитете, гордыня и прелесть. Вот они сопрели в этом, а других обвиняют. гордыня и прелесть. Ему ли этим заниматься? Ну и тебя не хотят, а было так, что черный список занес, никого больше не было, только попы патриархийные, вот поп один. Я уже четвертый раз, кажется, заношу черный список, и он все равно залазит там, переделывает что-то и опять шарится. Зачем? Ну тебя не хотят, ворота запрыгнут, запертые, через забор перелазят и пакостные. До 30 лет рукоположен, ну то есть фальшивый поп-то совершенно. Название одно. Так, это пастор церкви Харизмат, рожденный Суешься. Вот Харизмат, ему ответ. Вы не знаете местных сектантов всех мастей, но говорите один к одному, как и они, постоянно жующие со стаканчиками кофе, бродящими по площади. Тут есть наш видеоролик, как богатоли мы их пытались вразумить. Они задают вопрос об иконах. Ссылка. Посмотрите, как это в натуральную величину выглядит. Я отвечаю, но они видят же, что они заблудшие, срамные, вечно жующие наркоманы, вместо одной жвачки, получившие от сектантов в другую, более обольстительную, отнявшую у них совесть до нуля. Они тут же отворачиваются и суют вопрос о мощах. Я отвечаю, а им это все не нужно, им бы нажраться на драмовщинку, им бы мозги затуманить, несущимися звуками из динамика. Они не молятся, не знают, не поститься. Куда эти наркоманы пришли? К Богу? Они в руках имеют Библию, но как пословицы, смотрят в книгу, а доведят фигу. Где Бог Божий, там свобода во Христе, там любовь к словам Иеговы. Деяние 17 глава 19 стих. Здешние были благомыслине фессалоникийских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая описание, точно ли это так. Вот вы пишете тут, и может быть, вы не русские, тогда одно дело, но столько же ошибок наворочить на одной страничке, с трудом можно до смысла дойти. Я работаю среди сектантов уже 51 год. Скажу не в похвалу сегодняшним сектантам, что полвека назад они были совершенно другими. Мы сидели с ними на со святой Библии даже до утра, и они получали откровение от Бога, и они стали чадами Церкви Христовой, где есть истинное священство и истинное таинство Церкви Его. Покинули погибельные свои секты. Теперь они лучшие батюшки в Святой Православной Церкви. Вы же ни на одно место Писания не можете ответить, а только наркоманы, как они теперь живут на прищедрую подпитку зарубежных разорителей России и извечных ее врагов, масонов. Относительно жизни не по Писанию это касается православных. Я как-то тут одному батюшке отцу Артемию даю знать, что он не крестит своих прихожан, а только мочит мокрые ладошки их лбы или макушки головы и привел ему 136 мест из Святой Библии, из канонов Церкви, из трудов Святых Отцов Церкви и житей святых. Он же в ответ ни одного места, но прочно стоит на своем заблуждении, не видя, что живет на кладбище и питается от грехов народа. Вот слушайте, что говорит батюшка, пришедший от ереси к истине православной церкви. Вот ссылка. Вот она ссылка. Дальше. А еще здесь? Так, Анастасия Лицкеновна. Это я ответы даю. Кто-то приворот муж сделал там. А, приворот мужу. Для неверующих. Для неверующих беззаконников как бы и нет закона, и они живут как животные. Ну вот теперь место описания смотрите, какие места. Солон, 72, 20, Иуда, 1, 10, и Фессион, 4, 17. Если поняли хотя бы это, то уже свет забрежал и для вас. Когда будете верующие по Евангелию, тогда ваши вопросы отпадут, вы будете иной. А сейчас два совета кому? Мертвецу? Теперь опять место описания. Тогда? Тогда расслышите эти глаголы. Вот такое. 5, 8, Ефесянам. Отвечать надо местами Святой Библии. А сегодня советы вам не нужны. Пока живите как есть. И совесть уже вас тревожит, что не все в порядке. Нужно вставать с постели и открывать бедам двери потом. Бедам двери пошили. Или Христу откройте двери сердца. Вот. Откровение 3, 20. А что он здесь? Это мат в голове. А? Мат в голове. Мат в голове. Да. Поразите своего товарища. У него то же самое в голове. Когда беспокоиться, выходит незачем. Лучше бы и не тревожить совесть свою. Хватать, что демону дают, и после пищеварительного процесса спокойно сойти в могилу. Из-за смерти обречуете лишь смерть. Это удел всех безбожников. Вот места Писания. Исайя 22, 13. Спасение только во Христе. Иван 13, 13. Ну и вот если Господь позволит, то уже завтра мы перейдем вот на эту страницу. Вот она как будет выглядеть. О себе сказать. Я хотел показать чуть-чуть, только затронуть. Ну еще минутку буквально задержаться. Вот. Так. Где же тут есть такое? Вот она Нина Жолнирова. Вот вчера с ней беседовали. Помолите, чтобы вышел на троллик. Вот она ко мне пришла в следующий. Вторник Крещения Господня 19 января 2016 года. Вот сестра наша Нина Александрова Жолнирова приехала. Ты где живешь по порядку, расскажи. В село Клочкири Брехинского района Алтайского края. Сколько отсюда от Барнаула? 90 километров. А как ты оказалась там? Ты же была здесь в Барнауле. Ну, так случилось, что пасхальные дни даже еще были. Я уже туда приехала. Так, меня там приняли очень хорошо. Поговори. Я говорю, ну, поговорю. Ну, после службы, до службы он занят. Мне, когда институт был финансо-экономический, вечерний, я заканчивала вечерний институт. К тому времени я уже его закончила. И меня повысили в должности и перевели меня в другое место. И мы с ней разошлись. Мы больше ее не видели. Она стала директором магазина. И вот как она нашла нас. То же самое удивительное. И виделись. В автобусе я так подумала, а что ворота-то не закрыты. Я же читала, что ворота закрываются. И я как в субботу там нету, в субботу люди, вот сейчас там с радостью и иду. На мне Господь благословил, он прилагал к храму, он прилагал к церкви спасаемую. А тут Владыка, он ангел на земле, и он меня благословил. Да с какой радостью и любовью. Я стою и иду, и я с радостью, я всегда помню это благословение, оно на мне есть. И я его очень люблю и ценю, это благословение. И по сегодняшний день стою на улице. Но зима, мороз. И зима, и вот даже вот сейчас вот хабу 33 градуса, минус 33. Тогда был санцепек под 40 градусов. Вот под 40, у нас 35, 38-40 градусов жара была, ну и лето, вот было какое лето-то жаркое. Я под санцепеком стояла. А тут такие морозы, 33 минус, я гляну на термометр, пошла, минус 33. Я уже сшила себе специальные такие нижние эти одежды, чтобы теплые были. Сверху одеваю, шубу свою одеваю, сверху. И это, одеваюсь тепло. И удивительное дело, я не замерзаю. Я стою, молюсь и не замерзаю. Я даже удивляюсь, как так, я стою полтора, а вот сейчас рождественские, я два часа простояла на Рождество. Вечернее. Под ноги-то картонку положила. На снегу стою, у меня валенки туда, в это, проваль, ну, обтают кругом вот так вот валенки. Валенки купила себе новые, двое носок туда теплых одеваю, и это, стою, пока у меня вот так вот кругом обтает, мои ноги уже, как в ячейке, в какой, в сосудике стою. А ну что, вот твой Виктор Матвеевич, а знаете, что тебя не пускают? Все знают. А он что говорит? Что скажет? Дождалась? Достукалась? Нет, никогда, ни разу, ни разу не упрекнул. Я говорю, Вить, ну я пошла, ты меня благослови, он говорит, иди. Ну вот понимаешь, что делается. Ну ладно, значит, наши торопятся сейчас туда. Ты помнишь, мы тебя посетили как-то здесь? Да. У вас дом большой, сколько этажей? Два? Да, два этажа, он в трех ярусах, подвал, 120 квадратов, первый этаж 120, и третий этаж тоже 120. Так, мы у вас в гостях были. Да. А потом ты встретила вот это стихотворение, и ты догадалась, что о вас я пишу? Да. Давай прочитаем. Слава, покажи. С пространством неразлучный человек, отмерено задолго до рождения, доколе не покинет белый свет и как бы растворится в подземелье. Сестра к себе сегодня пригласила отведать от ее привета и щедрот два этажа фронтон с высоким шпилем любому богатею нос утрет. А я, потерянный, по комнатам слонялся и жался по углам и этажам и расчленял их комнаты на классы, по церковь с алтарем хозяев ужимал. Мое жилище Норка Пискаря в сравнении с Акульим полигоном подсчитывал пространство, греют зря. Придут китайцы, постояльцев сгонят. Артисты, меценаты, их опуги, грабители народа, недр богатых. Кижи без топора и без зазрения рубят не для людей, а для скотов и гадов. Сквозняк величия надутого искусства пытается подделаться под святость, но не секрет, что место это пусто, а возрождение не надо только вякать. Как дороги мои апартаменты, разбитые на полки и плацкарты. Покажи. Затарены в кубические метры, здесь храм, столы, разборные на парты. Конечно, боком нужно проходить, между кроватями забраться на палате. Здесь ждет меня арест и обыск впереди, ограбит КГБ и тюрьмами заплатит. Пространство узкое, узок царства вход. Не гладкий, а тернистый путь обещан. Ужмемся, потеснимся, ляжем в гроб. В каком пространстве мы воскреснем в вечность 23-го, 10-го, 2005-го года? И ты когда прочитала, догадалась права? Да. Тут никаких надписей нет. Да. Ну, я понимала это. Все. Какие твои планы дальше-то? Я вообще-то намеревалась, там уже в этот раз, думаю, последний раз, я должна зайти. Вот у меня такое чувство, что я уже должна зайти, потому что у них там произошло большой, что-то у них разлад, между Зиной и священником, большой разлад. Зина сейчас не ходит. Она мне звонила несколько раз, очень плачет. Прямо последний раз вот звонила, вот после как у них произошел там большой разлад, а он, вижу, что большой, не знаю, что у них там произошло, и вдруг она мне стала звонить. Попросила у меня прощения за то, что было. А я говорю, Зина, я на тебя ничего не имею. Это старость, старость у нее. Она говорит, я же пишу дневник христианки много лет. А я, говорит, одиннадцать лет тут отслужил. Я же его, говорит, знаю. И он меня теперь вот так вот так. Я говорю, Зина, мне не надо это знать. Она, это, что там? Она говорит, мне, наверное, надо поехать к владыке. Я говорю, так он же у вас в Славгороде. Она говорит, да. А я говорю, зачем? Не подымай никаких скандалов. Вот тебе Господь допустил вот это? Ты смиренно прими. Прими, ходи, молись, и все, не лезь больше никуда. Ходи, молись, дома молись. Ну вот вижу, что ее больше нету. Так, я тебе еще наказывал и сейчас говорю. Если священник завтра даже и подойдет к тебе, скажет, ну ладно, заходи, не заходи. Он должен тебя сам завести, перед народом тебя реабилитировать и оправдать. Как апостол Павел говорит, били при народном, а теперь тайно хотите выпустить, а тут впустить. Не иди на это. До конца дойдя, держи. И тогда ему покажет Господь через архиереи, и сам Господь может показать, что они делают. Я этот ролик, озаглавлю подлинный лик Московской Патриархии. Это такая книга есть, это брошюра отца Глеба Якунина. Подлинный лик, они такие есть. И они зовут к себе без озрения совести. А как они со мной будут обращаться, если бы я даже пришел-то? То есть понятно, если только ты знаешься со мной, и тебе житья на этом свете уже нету. Почему? А почему они так поступают? Потому что это Сталинско-Берийская Патриархия. 4 сентября 1943 года Сталин и Берия вызвали и поставили под Патриархом Семанского. Ну вот и все. Причина-то только одна. Потому что это мирская организация. Ничего там духовного нету совершенно. Вот они ничего к тебе не имеют, ты никакого вреда не принесла. Вообще никакого. Он другим быть не может. Поэтому прости ему, как бы этого не было. Совершенно. А они не могут быть другими, как Скорпион, который на Щерипахе переплывал, а все-таки укусил. Я, говорит, по-другому не могу. Так что тут... Ну, мне Зина сказала, говорит, ты съезди, позвонил, я тебе дам телефон благочинного, позвони ему, он тебя с радостью примет. А я говорю, Зина, это же не телефонный разговор, такой важный вопрос решается, я не могу позвонить. Ну, на всякий случай, я говорю, дам мне телефон, я его записала. Я говорю, ну, если, может, когда-то при встрече. Она говорит, так ты съезди к нему. А я потом говорю, нет, Зина. Не надо, тебя митрополит благословил, не надо. Я говорю, нет, Зина. И я тебе объясню, почему я не позвонила и не поехала. На мне еще раз звонила. Ну, ты съездила? Я говорю, нет. И не поеду. А почему? Я говорю, да потому, что за меня на этот вопрос уже ответил апостол Павел. Прочитайте 16 главу. Заканчивается чем? Апостол Павел, когда хотели выпустить из темницы, я говорю, что он им сказал? Вы меня принародно били, а теперь тайно хотите меня отпустить? Я говорю, вот прочитайте. Я говорю, вот он уже дал этот ответ. Это, во-первых. Во-вторых, это, я говорю, меня Господь благословил ходить в храм, он прилагал к храму. А в-третьих, я очень ценю благословение, которое я имею, архиерейское. Вот я ей сказала все. Так, и коротко помолимся, ребят, отпустим. Отец небесный. Ну, понятно. Вот какое дело. Вот этот ролик, я могу его выставить. На этом, слава Богу. Это вчера только мы записали. Представьте себе. Вообще, она приехала, это бывшая ее родина, она там жила, где дом купила. Дом этот рядом почти есть. А муж у нее, ну, больной. Он на подводной лодке был, два раза был облучен. У него позвоночник там порчен. Виктор Матвеевич. И за ней вообще ничего нет. И архиерей благословил несколько раз. И батюшка наш ему говорил, архиерей, это бесполезно. Почему? Природа. Злобная Сталинско-Бериевская патриархия. Вот живой пример. Пока она еще живая. Звоните, узнайте. Выйдите на архиерею и скажи, вы знаете про этот случай? Как он скажет, не знает, когда говорено было не один раз. Ну и в чем дело? Да они души вообще не видят, не знают. Вот это и есть прелесть и гордыня дьявольская. И этим они упрекают других. Приходят из баптистов, не крестятся. Не крестятся вообще. То есть они ересь признают за церковь, как там один из Америки тоже встревает с ним. Это все я называю определенным именем. Патриархийное кодло, то есть свора бешеных собак. Да простит Господь и помилует нас всех, а их вразумит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова